Мы едем в Италию. Будем жить возле Венеции в городе. И сейчас мы едем в Верону, потому что мы решили, что сегодня вечер мы хотим провести в Вероне. Потом вернемся, а завтра уже посвятим весь день в Венеции. Мы едем сейчас уже по Италии. Хорватско-словенскую границу мы прошли минут за десять. Хотя думали, что это будет намного дольше. Там задержка шесть минут всего. Машин было немного. В Словении мы проехали тоже очень быстро. И вот уже едем по Италии. До Вероны нам ехать 246 километров еще осталось. Тут дороги хорошие, Виталий, но все равно, мне кажется, хуже, чем Чехия. Может, не знаю. Может, если Чехия так нахвалит. Много туннелей и в Хорватии. Мы в Вероне идем к дому Джульетты. И тут по пути увидели, что монтирует, будет какой-то фестиваль оперный в арене. И вот тут вот декорации все эти разложены, которые они потом занесут туда вот на арену. Но сейчас как бы это все здесь лежит. Оно такое все интересное. Вообще просто удивительно. Люди собрались, сфотографируют. Вон голова, которую мы, к сожалению, не успели сфотографировать. Но все равно очень классно. Синжиро тут спряжет, что-то навалить. Ну, и как в Москве и мы, к сожалению, не успел сфотографироваться. Раховая себя, сэрина, сэрина, сэрина. ВысоView трома, сэрина, сэрина. Сэрина, 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 сэрина. Притания сэрина, сэркс. Глава, сэрина Сэрина. Мы сейчас едем из Вероны в Венецию, 115 км в расстоянии, погуляли по Вероне, увидели их дом Джульетты, там народу, конечно, куча местных достопримечательностей, туристы толпами туда приезжают. Вот, балкон Джульетты и статуя Джульетты, нижняя часть, грудь, живот, вытертый на блеск, люди натирают на удачу. Понятно, почему на удачу, ну такое. Вот, ну и балкон. Туда, конечно, поднялся очередь большая. Вот, сейчас едем селиться в Кемпин, где будем жить. Ну, не в палатке, а в апартаментах. И, наконец-то, наверное, пообеды в 3 часа дня по Вероне прошлись. Очень жарко было. Начинался дождь и с парковками тоже там. Они вроде как бесплатные, но бесплатный час. В центре, по-моему, 2 евро час парковка, но мы не доехали до центра, мы машину оставили раньше не бесплатной парковки, поэтому отбежали за час. Верону, и вот теперь на нем в Венецию. А что ты делаешь? Вещи перебираю. Я даю вам какую-то подолку наетесь. Доброе утро. Мы сейчас идем на автобусную остановку. Идем по нашему кемпингу. И мы поедем в Венецию. Тут буквально ехать 10 минут для остановки автобуса. Купили билеты на автобус мы тут же на рецепции. 3 евро с человека стоит билет туда-обратно. Такая карточка небольшая. Ее надо сосканировать в автобусе, прикладываешь там куда-то. Нам там что-то на рецепции рассказали. Вот. И все. Прома пикает. И на обратной дороге точно так же. Приложусь в специальном устройстве в автобусе. И засканировать. Автобус будет 9.16. Мы сейчас вот вышли. Три минуты идти до автобусной остановки. И поедем. И гулять. Три минуты идти до автобусной остановки. Три минуты идти до автобуса. Три минуты идти до автобуса. Мы в Венеции. Очень красиво. Мы когда заезжали в Венеции, мне казалось, что тут прям какая-то стройка. И шум стройматериалов на заднем фоне. Получается, мы заезжали с какой-то стороны, с моста. И там такая прям какая-то промзона. И такое прям какие-то, не знаю, заводы, какие-то парки, еще что-то. Но проходишь буквально несколько домов и попадаешь на сторону Венеции. Тут так красиво, просто обалдеть мне кажется, я влюбилась в это место. Хотя мы еще совсем немного посмотрели и даже не дошли до центральной площади. Тут столько всяких элементов и нюансов, которые можно просто бесконечно рассматривать. Очень красиво. Отличные трамвайчики. Они едут по маршруту. Можно вокруг Венеции, так поняла, поплыть. По самой Венеции. А также на другие острова. Но набивается очень много. Ну, опять же мы туда полезем, потому что мы, я боюсь, ничего не увидим. Ну, опять же мы сюда. Подписывайтесь на мой канал. Подписывайтесь на мой канал. Это все-таки очень вкусно. Мы находимся на площади Святого Марка, центральная площадь Венеции, собор Святого Марка, вообще безумно красивый, мне кажется, я никаких красивее сооружений не видела, но людей вы тоже можете увидеть, сколько их здесь. На входе в собор, в самом соборе прям толпами бродят. Голуби ручные, это так смешно, они на людей садятся. Их можно на руку посадить, надо их чем-то приманить, какую-нибудь булочку надо, конечно, положить на ладонь, чтобы они сели. Жарко, конечно. Я в Венеции пилю фоточки. Мы все еще пили фоточки. Мы спустились со смотровой площадки. Мы там вот сверху открывается чудесный вид на город, на каналы, на крыши. Заранее надо записываться, если вы хотите выбрать время. Перейти и записаться здесь же на месте. Вот, по 15 минут дают, выйти на террасу, посмотреть, сделать фотографии. Это все бесплатно, находится в торговом центре. Очень удобно, красиво. Сейчас час дня, мы немножко подустали, конечно, бродить по жаре. Проголодались, поэтому пойдем искать что-нибудь поесть. Хотим на руку где-то булочки и найти какое-нибудь нетуристическое место, где питаются итальянцы. Здесь рядом находится рынок. И сюда вот разные обрезки рыбы. Немножко уже протухшую рыбу приносят. И чайки прям дерутся за нее. И стоит такой прям шум. Вон они там сидят и прям раздирают эти кульки с рыбой. Дерутся за куски. Так просто, так удивительно. Был тянет из пакета рыбы. Вот рыб, обрезки рыбы. А, ну, неужели вода? А, ну, 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 а. Ну, а, 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 ну, а. Мы на книжном рынке, но он необычный тем, что посредине стихондо, в ней разложены также книги. А еще здесь есть чудесный такой уголочек, где сложены книги и прям оборудовано место для фотографий. Очень такое интересное, прям необычное так. Так вот это выглядит.